Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала! Сегодня хочу поделиться с вами одним очень вкусным и очень быстрым рецептом приготовления домашних батонов. Как готовлю их я? Что нам для этого понадобится? Конечно же понадобится мука. Я буду использовать 680 грамм муки пшеничной высшего сорта. 350 миллилитров молока. Столовая ложка дрожжей. Чайная ложка соли. Столовая ложка с горкой меда. 2 столовых ложки сахара. И 40 миллилитров растительного масла. Замешивать это я все буду в хлебопечке. В молоко добавляю дрожжи. Соль высыпаю сразу в муку. Сахар и мед высыпаю также в молоко. И все хорошенько перемешиваю. После того, как развели хорошо мед, убираем наше молоко с дрожжами в сторону примерно минут на 20, чтобы дрожжи немного начали работать. Прошло 20 минут. Муку мы пересыпали в чашу хлебопечки. Теперь выливаем растительное масло. Аккуратненько выливаем наше молочко. Включаем режим свежее тесто и включаем наше хлебопечь. И теперь вымешиваем тесто примерно 15-20 минут. После того, как тесто скаталось, вот хороший клубочек. Смотрите, насколько податливое тесто. Убираем в подходящую емкость и убираем в теплое место примерно часа на два. В моем случае я уберу в духовку, которая подогрета примерно на 35 градусов. Прошло два часа. И посмотрите, как расстоялось наше тесто. Насколько оно поднялся, наш колобок. Посмотрите-ка. Очень хорошо. Сейчас сформируем опять тесто в колобочек. Берем доску разделочную. Присыпаем немножко мукой. Руки тоже. И наш колобочек. Какой получился красавец. Сейчас поделю на три части. И сделаю три заготовки для наших латонов. Конечно, надо набить руку, чтобы у нас они были одинаковые. Но у меня какие получаются, такие получаются. Вот так вот делаем. Сейчас подровняю. Включусь. Примерно вот так вот делаю наши буханочки или наши батончики. Один будет маленький. Ну, а два вот у таких вот. Потихоньку, немножко вот так вот аккуратно разглаживаю руками и формирую вот такую вот буханочку. Здесь так же аккуратненько, аккуратненько. Сначала немножко разминаю тесто и потом так вот формирую все. Теперь накрываю полотенцем и дам еще раз стояться нашим буханочкам примерно полчаса, максимум минут сорок. Прошло тридцать минут и посмотрим, как расстоялись наши буханочки. Смотрите, как они приподнялись. Сейчас аккуратненько их переложу на стол. Постелим пергаментную бумагу. я делаю, чтобы мне легко было перетянуть это на противень в духовке. Теперь острым ножом делаем такие надрезы. Сильно глубоко не надо делать, но так примерно на 5 миллиметров можно надрезать. Вот как у нас получается. Подогреваем плиту до 180 градусов. Обязательно туда вставим воду и выпекаем где-то примерно не более 30 минут. Вот так у нас сейчас дорогие зрители все выглядит. На перевернутом поддоне разогретом до 180 градусов выкладываем наши заготовочки батонов в кастрюльке вода и теперь при температуре 180 градусов выпекаем наши батоны не более 30 минут. Усмотрите опять же по готовности как они станут хорошими румяными красивыми можно будет выключать. Я примерно делаю где-то 27-28 минут. Это опять же от особенностей ваших плит и духовок. Вот теперь дорогие друзья момент истины и посмотрите какие получились у нас батоны. Прошло 28 минут и что хочу заметить можно было их держать даже 26 минут потому что они уже даже немного потемнели должны быть вот примерно вот такого цвета но все равно надеюсь они получились очень вкусные смотрите какая красота теперь подождем полчасика и будем пробовать прошло полчасика и теперь попробуем наши батончики друзья смотрите как все получилось мягенький упругий такая вот корочка хрустящая такая красота какой запах для меня сколько хорошо подошел батон поднялся хорошо пружинит и сейчас чайком сырком на этом друзья видео буду заканчивать всех благ вам вашим близким до новых встреч